Всем привет! Вы на канале Вилана Тойс, с вами снова я Вилана и я Виктория. И сегодня в этом видео мы вместе с вами хотели бы поделиться с вами радостью, а то есть показать вам новые наши посылочки и также вместе с вами их распаковать. К нам приехали две вот такие замечательные посылочки от одного и того же продавца. И тут лежат у нас куколки, которые мы очень давно хотели и мы наконец-то их приобрели. Но это не новые куколки, это куклы БУ из бренда Мокси Тинц. У нас тут уже немножко Ланючка постаралась, она так хотела их открыть и уже вот сделала вот такую дырку. Спасибо ей за помощь. Этих кукол мы заказали у девушки, которая решила распродать всю свою коллекцию Мокси Тинц. Как она говорила, что у нее около 30 кукол, если я не ошибаюсь. И вот она решила все-таки расстаться со своей коллекцией. Я очень долго охотилась на куклу Мокси Тинц, БИЖУ из второй волны и нигде не могла ее найти. Либо ее просто забирали, она уходила из-под носа, или же была очень-очень дорогой. Спасибо большое, как нам хорошо все упаковали. Итак. Это не БИЖУ, это кукла МЭЛ, даже подписано. МЭЛ. Куколки Мокси Тинц сняты с производства и сейчас их очень тяжело найти. Мы купили у девушки коллекционера, поэтому я уверена, что они в хорошем состоянии. Сейчас мы с вами вместе на это посмотрим. Такая нежная пленочка, твоя любимая. Мой антистресс. Девушка нам сказала, что кукла в полном комплекте. Сохранены все аксессуары, браслеты. Смотрите, даже кольцо. Шляпка немножко помялась, но мы ее поправим. Да, куколки действительно видно, что они стояли на полочке. Все вещи очень чистые, в хорошем состоянии. Честно говоря, я эту куколку даже не видела в реале, только видела на промо-фото. Но она отличается от Мэл Роуз из первой волны. Это Мэл Роуз из второй волны. Девочка паричковая. Я люблю очень паричковых кукол. Вот я достала Мэл Роуз из первой коллекции. И как мы видим, девочки отличаются. У Мэл Роуз из второй коллекции парик и другой. У нее есть темные прядки, волосы как будто милированные. У кукол еще немножко отличается макияж. Свет глаз такой же. Если хотите подробный обзор на этих девочек, ставьте лайк и напишите нам об этом в комментариях. Также, чем мне понравилась эта кукла, как для начинающего гитариста, к ней прилагалась настоящая электрогитара. И хозяйка в подарок приложила не только гитару от самой Мэл Роуз, но и дополнительные две бас-гитары. Сейчас вместе с вами вытащим эти три гитарки. И вот они. Можем заметить, что по размеру они отличаются. Так как эти две гитары от кукол бренда Братс, а это от Мокси Тинц. Расскажу предысторию. Продавец написала мне, что, к сожалению, она не может найти оригинальную гитару. Вот эту вот сиреневого цвета, которая. И предложила нам взамен две другие гитары, которые сейчас держит Вилана. Золотую с короной и розовую с сердечком и с косточками. Конечно же, мы согласились, потому что другого варианта у нас не было. Но позже она написала, что если найдет оригинальную гитару, то приложит все три. Мы так обрадовались. На следующий день она написала, что нашла гитару. И теперь у нас есть целых три гитары. Мне почему-то кажется, что вот эта подойдет к Лео, а эта подходит к Дракулауре. Итак, а теперь мы переходим ко второй посылочке. Как мы видим, она тоже уже открыта и постаралась наша малышка Ланика. Уж очень ей хотелось открыть. Кстати, совсем забыла рассказать. Этих кукол я заказала в совершенно разные дни. То есть сначала заказала Бежу, и Бежу уже была даже в пути. Где-то через неделю потом выкупила вот эту вторую куколку Мэл Роуз. А с почты забрала их в один день. И вот когда я заказывала Бежу, вместе с ней еще приобрела аутфит. Продавец этих кукол не только их коллекционировала, но также она еще и сама шила своим куклам наряды. Вот они наряды, к ним мы вернемся чуть попозже. А пока давайте рассмотрим куколку. Вы не представляете, какая она редкая. Если сейчас это видео смотрят любители и ценители кукол Мокси Тинс, они точно меня поймут. Потому что именно Бежу со второй волны одна из самых редких кукол. И ее сейчас просто невозможно найти. Ура, вот она, девочка. Кстати, к этой куколке еще прилагался щенок. Но, к сожалению, нам досталась эта девочка без щенка. Но ничего страшного. Главное, что она есть сама. Со временем, может быть, где-нибудь мы увидим в продаже ее питомца и приобретем. Как же она мне нравится. Вот она ее, вот этот тоже стиль хиппи. Я очень рада, что у нее ремень есть. Немножечко разболтаны шарниры. Ну, куклы раритетные уже и много-много лет поэтому. Ну да, во-первых, они уже старенькие, а во-вторых, я где-то видела видео по укреплению шарниров. Поэтому эту проблему можно решить. Да. Посмотрим. Найду это видео и попробуем восстановить. О, у нее даже колечко. Угу, колечко. Так приятно, что такие мелочи сохранились. Потому что мы купили не у ребенка, который игрался с куколками, а у коллекционера. Девушка хранила этих кукол в специальных коробках. В нашей коллекции уже есть бижун из первой волны. Я ее приобретала на сайте Алиэкспресс. И она приехала новенькая в коробочке. Вообще, кукла Бижу – это одна из самых любимых моих кукол из бренда Мокси Тинц. В продажу помимо кукол также выходили еще парики, так как девочки паричковые. И один из самых любимых париков – это был парик афроамериканки. Я его тоже долго искала, нигде не могла найти. И одна девушка от России сказала, что у них в магазине этот парик продается. Огромное ей спасибо. Она нашла этот парик, выкупила его для меня и прислала по почте. Но этот парик я считала, что подходит именно кукле Бижу. Но так как эта девочка у нас прошитая, мне нужна была кукла не прошитая. И стала искать такую куколку Бижу. И вторую Бижу первой волны я приобрела у нашей хорошей знакомой Светланы Барышевой. Светлана сказала, что у нее как раз дома есть такая девочка, и она готова с ней распрощаться и продать ее нам. Но она тоже была прошитая. Я попросила Светлану отрезать ей волосы. И вот что у нас получилось. Светлана подрезала ей волосы, и остались вот такие вот маленькие ежики. Благодаря чему парик держится намного лучше. Они являются дополнительным таким крепежом, и парик вообще у нее не спадает. Даже если мы куклу будем трясти, видите, он очень-очень крепко держится. Вот такие три девочки Бижу теперь есть в нашей коллекции. Да, ну вот это, конечно, прям супер красавица. Я безумно рада ее приобретению. Еще раз повторюсь, если вы хотите обзор на этих девочек, напишите нам об этом в комментариях и поставьте к этому видео лайк. А также мы можем снять видео о полной коллекции наших кукол Мокси Тинс. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же вещички мы заказали вместе с Бижу второй волны. В первом пакетике, как можем увидеть, лежат вот такие черные рваные джинсы. Очень реалистичные, можно я их подругу? Классные такие джинсы, рванные. Я почему-то представляю их на Мелроуз второй волны. Этой? Да. Ну, можно будет померить, да. Сейчас мы все рассмотрим. Ну-ка, с обратной стороны штаны застегиваются на липучке. Здорово. Прям как будто фирменные... Вот такая кофточка беленькая, тоже на липучке. Так, мы это все оденем. О, тут еще нам даже подарили украшение. По-моему, это тоже ручная работа. Нет, я думаю, что это от какой-то куклы. Просто оно сюда подходит по стилю. Второй пакетик. Это неполный аутфит. Джинсовая курточка. Ой, кожаная. Кожаная. Это кожаная курточка. Посмотрите, какая она реалистичная. По-моему, называется косуха, да? Замочек настоящий. Ребята, это сделано из настоящей кожи. Не из кожзана. По-моему, это настоящая кожа. Она очень мягкая. Смотрите, какой ремень. Суперская куртка. У нас в коллекции есть еще одна девочка Мелроуз повторка. И как раз Вилана сейчас на нее оденет наш новый аутфит. Пока Вилана будет одевать, я покажу вам еще одну вещь, которая меня заинтересовала, и я решила ее приобрести. Это вот такое леопардовое пальто с натуральным мехом. Мех настоящий, это норка. Норковый воротник и норковые рукава. И еще я заказала вот такие лосинки. Вот такая стильная Мелроуз с черными волосами у нас получилась. Мне очень нравится ее новый образ. И теперь наши куколки не будут повторяться в аутфитах. Да, мне кажется, она такая стильняшка прям получилась. Крутышка. Ее очень идет эта курточка, эти джинсы. Мне уже хочется пофоткать ее на природе с осенними вистями. Мне кажется, ей только мотоцикла не хватает какого-нибудь крутого для полного образа, и будет вообще здорово. Я тоже приодела вторую девочку, 300. Вот такое пальто и лосинки. Ну, решила оставить ей вязаные гетры, которые связала нам одна тоже знакомая девушка. И туфельки. Девчонки получились такими осенними в куртке, в пальто. Для меня это непривычный образ. У нас еще не было ни одной куклы в теплых аутфитах. Да. Моя племянница Алина подарила нам вот такую сумку. Вообще, эта сумка, по-моему, является чехлом для губной помады. Сюда можно положить две губные помады и носить этот чехол в своей женской сумочке. Ну, а для наших кукол этот чехол смотрится как настоящая женская сумочка. И очень подходит к осеннему аутфиту Тристен. Итак, у нас остался последний пакетик, который приложила к нашей покупке девушка-продавец. Она сказала, что положила нам несколько подарочков. Это так приятно. Огромное спасибо вам за эти чудесные подарки. Сейчас мы посмотрим. Их тут несколько. Смотрите, вечернее платье. Но это надо точно одевать. Чтобы понять, как это сидит на кукле, это все нужно одеть. Еще одно вечернее платье. Здорово. Чтобы наши теплоодетые осенние девочки могли преображаться в красивых, милых принцесс. Вот такое еще платье. И комплект. По-моему, это юбка и кофточка. Ольга, хочу вам сказать огромное спасибо. Общение с вами в ВКонтакте было просто огромным удовольствием для меня. Спасибо вам за качественную упаковку, за ваши аутфиты, подарки. Все доехало к нам очень быстро, в целости и сохранности. Ну а на этом на сегодня все. Мы хотим с вами попрощаться. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.